Антон Ульянов в ближайшие пять лет будет занимать кресло председателя Саровской городской думы седьмого созыва. Его кандидатуру предложило депутатское объединение «Единой России». Антон Ульянов в прошлом созыве был заместителем председателя думы, до этого работал в ядерном центре начальником научно-исследовательской лаборатории. Новый председатель рассказал о планах работы на ближайшую пятилетку. Сегодня важно развивать направление с использованием информационно-коммуникационных технологий, вносить соответствующие изменения в регламент работы думы, по всей видимости. Нужно усилить работу юридического блока в городской думе, усилить, поскольку необходимо провести большую ревизию нормативно-правых актов и решений городской думы, связанных, во-первых, с переходом на одноглавую систему, но и вообще с новыми веяниями, которые сегодня есть в стране. По мнению Антона Ульянова, нужно делить внимание созданию комфортных условий для работы депутата в думе, наладить взаимодействие с чиновниками. Стоит поработать с сайтом, возможно, создать личный кабинет, площадки для общения. Важное направление – повышение имиджа депутата в глазах населения. В предпринимательской среде не очень-то доверяют органам местного самоуправления и хотели бы более широкий и более доверительный диалог иметь в этой связке. Мне кажется, это в наших силах, это все построить, чтобы органы местного самоуправления с точки зрения предпринимательского сообщества действовали более предсказуемо, более открыто. Но это касается, на самом деле, не только предпринимательского сообщества. Я считаю, что в наших силах как раз, скажем так, активировать вообще наше сообщество на территории. Большинством голосов депутаты проголосовали за назначение Антона Ульянова председателем Думы. А ранее это кресло занимал Александр Тихонов. Новый председатель вступит в должность с момента избрания главы города. Также депутаты рассмотрели корректировку бюджета. Доходы увеличились на 197 миллионов. В основном это связано с безвозмездными поступлениями из областного бюджета. Строительство зданий средней школы в сумме более 87 миллионов рублей. Это обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся в начальных классах, муниципальных образовательных организаций в сумме более 15 миллионов рублей. Выделены деньги на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры района малоэтажной застройки для многодетных семей на улице Нижегородской. Также предусмотрены средственные ежемесячные выплаты учителям за классное руководство. Депутаты проголосовали за предложенные изменения. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.